У нас оппозиции довольно много. Самая сильная реальная оппозиционная партия, это, конечно, Коммунистическая партия Российской Федерации, которая неоднократно доказывала свою популярность в рядах населения и одновременно свою настоящую оппозиционность. Системную оппозицию я вообще бы не причислял к оппозиции. Мне кажется, это всем понятно, что это совершенно фейковая история. Такое впечатление, что ее вырастили специально, вот таких вот маловразумительных и таких вегетативных личностей. Я думаю, что это возникнет, но, видимо, через какое-то время должны какие-то новые лидеры, и самое главное, должна возникнуть новая какая-то теория. Мне кажется, что все-таки это будет левое движение, но, скорее, это должно быть что-то такое социалистическое. В нормальном обществе абсолютно необходимы все составляющие. В нем должна быть правящая партия, в нем должна быть оппозиция, в нем должна быть средняя и так далее, и так далее. Из последних всех персонажей, конечно, можно серьезно говорить только о Лешу Навальном. И он был, мне кажется, в какой-то период очень популярным, но меня... Ну, понятно, он там талантливый, умница с чувством юмора, харизматичная личность и так далее. Меня всегда удивляло только одно – за всеми этими прекрасными антикоррупционными делами ничего не было, ну, как бы не было следующего шага. Было непонятно, он относится к левой части политического спектра, к правой. Какую идею он предлагает? Мы знаем, за что ругать, и, по сути дела, в этом плане, наверное, каждый второй человек – оппозиционер нынешнему режиму, он сам может критиковать кого угодно. Но когда на вопрос, что нужно сделать, мало кто может ответить.